Девушки отдыхают Потому что всё очень связано в мужском организме Мужчины слабоваты бывают Поэтому иногда нужен такой хороший пинок После чего мужчина начинает заниматься своим здоровьем Не потому, что мы не можем лечить К нам поздно обращаются Главный российский миф, что путь к сердцу мужчины Длежит через желудок И с кардиологической точки зрения Путь к сердцу мужчины длежит совсем через другой орган Инфаркты помолодели Инсульты помолодели Мужчины, которым нету 35 лет У них уже эректильная дисфункция От эректильной дисфункции никто не умирает А вот от инфаркта и от инсульта Умирает 3 четверти мужчин на земле Уролог-андролог профессор Михаил Чалый признаётся Мужчин, которые приходят к нему на приём С целью профилактики он видит крайне редко В каждом первом случае пациент уже имеет расстройство эректильной функции Но практически никто не считает это отклонением Врачи обеспокоены, ведь у мужчины с эректильной дисфункцией Риск умереть от острого инфаркта в десятки раз выше Даже при отсутствии симптомов сердечно-сосудистых заболеваний Денис Каспер для Москва-Медиа Ну что? Давай ещё дублик запишем Какой дублик, Антон? Давай, давай, давай Ты микрофоном рот закрыл, ну что это такое? Ты это нормально читаешь? А Антон, нет, у меня через 4 часа эфир Нам нужно собираться и ехать Блин Экстренные выезды, прямые включения, командировки, вечный дедлайн Работа у Дениса довольно нервная В потоке новостной суеты уходит сигарета за сигаретой О правильном питании и в таком ритме жизни и вовсе можно забыть Расслабиться получается лишь после работы Сценарий одинаков Коллеги, сигареты, пиво Как так? Это герба Личная жизнь Дениса отошла на второй, а то и третий план Семьи нет, постоянной девушки тоже Свидания случаются редко, а секс ещё реже Никаких проблем Денис в этом не видит На его взгляд он ещё молод, полон сил и здоров А семейная жизнь подождёт Николай Петрович Да? Сейчас буду, через несколько секунд ещё Всё будет сделано в лучшем виде Ну конечно Какие проблемы? Николай Петрович Мария же всё подготовила, все документы будут сейчас у вас Всё отлично Через полтора минуты буду у вас Большую часть времени Роман проводит в офисе, за компьютером Работа в основном сидячая и довольно напряжённая Постоянно летучки и совещания, иногда времени не хватает даже на обед Но Роман следует сегодняшнему тренду и старается вести здоровый образ жизни Не курит, не пьёт и регулярно ходит в спортзал Держать себя в форме обязывает и семья У Романа жена и две дочки В отличие от будней, выходные проходят активно Твою мать, дорогу переделали Блин, а Сергей за день наматывает сотни километров Правда сам почти не двигается За рулём проводит порой по 12 часов Работа персонального водителя не нормирована Снять официальный костюм и расслабиться получается только поздним вечером Дома ждёт жена И сытный ужин Ищи ромочку Ой, почучу голову Балуешь ты меня Ой За 17 лет совместной жизни достигнуто полное взаимопонимание Обычный семейный досуг Чипсы, диван и телевизор Для визита в клинику большинству мужчин нужны очень веские основания Плановое обследование или диспансеризация не для сильной половины человечества На это нужно время, которого у наших героев, как и у основной части мужского населения, конечно же не хватает Они много работают и, на их взгляд, никаких проблем со здоровьем, в том числе и с потенцией не испытывают Денис, Роман и Сергей согласились участвовать в медицинском эксперименте, который ответит на главный вопрос Оправдан ли их оптимизм по поводу своего состояния здоровья Приветствую на эксперимент Да, привет Меня Сергей зовут Денис Сразу выясняется, в клинике мужского здоровья наши герои, типичные жители мегаполиса, оказались впервые На первом этапе каждый отвечает на вопросы анкеты Слушайте, алкоголь, как писать? Вот если я рюмку, например, после работы, ну, пришёл, стресс, типа, снять Писать же, да, как? По ощущениям Ну, напишу, наверное, нет О, регулярный секс То, разве, правда, кто-то напишет? Я думаю, что не напишет Первый специалист, с которым будут общаться наши герои, кардиолог С помощью заполненной анкеты и напрямую заданных вопросов он определит, какие факторы риска есть у этих, на первый взгляд, вполне здоровых мужчин Вот у меня в вопроснике написано Потребление алкоголя чаще двух раз в неделю Вы пишите нет, а получается, что ежедневно Ну, кто так вот? Ну, да, так получается Хорошо Давай, такой короткий пыльц у вас Курите? Конечно Много курите? Две пачки в день Очень много, да? Много, конечно Так, Роман Фадеевич, сами обратили внимание на то, что живот, да, появился? Ну, в общем-то, да В результате беседы с врачом выясняется, что самочувствие всех троих не так идеально, как казалось Что меня насторожило? Наличие заболеваний сердца у родственников Вы говорите о том, что поднимается артериальное давление, то есть есть вот эти скачки давления Мы очень любим закуривать и забивать стресс Если вы сейчас не займетесь собой, и в том числе вот этим стрессом, который существует, семьи может и не быть Ну, не знаю, доктор, прям такая тема Я знаю, всегда неудобно Практически в краску вас вогнал? Ну, бывает, да Бывают осечки? Бывают, да Каждому пациенту доктор назначает персональное исследование В обязательном наборе анализ крови и обследование сердечно-сосудистой системы В рамках нашего эксперимента все участники побывают на приёме у андролога И сдадут кровь на тестостерон Значение этого гормона для мужчины всем отлично известно Но мало кто знает, что уровень тестостерона начинает снижаться уже после 30 лет Проблема здесь заключается в том, что потеря тестостерона у кого-то идёт медленно Так как должна быть к концу жизни потихонечку по такому едва уловимому плату А кто-то очень неэкономично, обрывообразно Врачи называют тестостерон дирижёром в оркестровой яме гормонов Его дефицит может грозить не только проблемами с потенцией Тестостерон – это главный мужской гормон, который поддерживает и обмен сахара, и углеводный обмен, и липидный обмен, и состояние снижающей системы У мужчин со сниженным показателем тестостерона ниже нормы в 200 раз повышается вероятность получить инфаркт миокарту Пациенты после 40 лет, даже не имеющие жалоб, они обязаны прийти к урологу и пройти обследование Чекап, так называемый, по мужскому здоровью Самый внушительный список обследований достался Сергею Опасения врачей вполне обоснованы Анализ крови уже выявил повышенный холестерин и снижение уровня тестостерона А тест на толерантность к глюкозе показал состояние, которое врачи называют предиабет С таким списком отклонений визит к эндокринологу обязателен Сергей Иванович, вставайте, пожалуйста, аппарат Возьмите, пожалуйста, электроды Изменение завершено Как и большинство мужчин, Сергей, который близок к ожирению первой степени Не считает свой лишний вес серьёзной проблемой Скорее, побочным эффектом из-за сидячей работы Расскажите, пожалуйста, как вы питаетесь? Ну так, фастфуд заезжаю, там сосиски, там, где-то возьму Тест на лишний вес в домашних условиях очень простой Раз в две недели берём сантиметровую ленту и замеряем талию Если объём живота больше 90 сантиметров, значит, вы в зоне риска При этом ни рост, ни комплекция значения не имеют Большинство мужчин считают, что метаболический синдром – это чисто эстетический дефект Дескать, вот нужно поменять просто рубашечку, костюмчик, и всё будет с иголочки Ничего страшного, животик торчать не будет, никто это не увидит, ну и как бы и тишь да гладь Это серьёзная проблема, это проблема, это пандемия 21 века Особенность мужского ожирения в том, что руки и ноги довольно долго сохраняют спортивную форму Весь лишний вес оседает в области талии и очень быстро он начинает работать против хозяина Это само по себе биологически активный эндокринный орган Который вырабатывает очень много злых веществ, которые в итоге приводят к сахарному диабету Атеросклерозу, повышенному артериальному давлению, подагре И многому-многому тому, что в итоге приводит к очень серьёзной сердечно-сосудистой катастрофе В кабинете ультразвуковой диагностики Сергея тоже ждали неутешительные результаты Мы на мониторе видим общую сонную артерию При сканировании в области бифуркации мы видим локальную атеросклеротическую бляшку Которая стенозирует просвет до 30% Бляшки страшны тем, что они могут полностью закупорить просвет сосуда И кровь перестанет поступать в головной мозг Если вы не будете следить за образом жизни, за питанием Бляшки у вас будут формироваться и увеличиваться в процентном соотношении При наличии атеросклеротической бляшки больше 60% у вас начнётся клиническое проявление То есть нужно будет оперироваться Состояние Сергея вызывает у врачей серьёзные опасения Проблемы, которые были у него выявлены, специалисты объединяют в давно устоявшееся понятие Семертельный квартет Это гипертония, это сахарный диабет или нарушение толерантности к глюкозе Это лишний вес и последние ишемические изменения в сердечной мышце То есть это вещи, которые так или иначе наблюдаются Именно наблюдаются у пациентов с лишним весом И они попадают под категорию повышенного риска по четырём параметрам Сосудистые проблемы в первую очередь могут проявиться в виде нарушений эректильной функции Для специалистов эта связь очевидна Винильные сосуды кавернозной ткани, в частности в половом члене, они имеют диаметр от 1 до 2 мм Наиболее ранние проблемы формируются в более мелких сосудах И эти сосуды представлены сосудистым ложем полового члена Исследования показали, что через 3 года после первых проблем с потенцией Отклонения выявляются в сердечно-сосудистой системе Если их не лечить, то ещё через 3-4 года может случиться инфаркт Или другие сосудистые катастрофы Если мужчине сказать, что у него будет инфаркт, он, наверное, не так испугается Но если сказать, что придётся отрезать ноги или ты ослепнешь Напомнить ему про гемодиализ, то сразу многие становятся очень дисциплинированы Я не знаю, почему так Люди перестали бояться инфарктов, может, потому что мы научились их лечить Когда формируется проблема, вот тогда мы можем с лёгкостью её нивелировать И свести на нет, не допустить доклинических проявлений И оценить это нужно по эректильной функции, она показатель Она показатель здоровья сосудистой системы в организме Роман, пожалуй, самый спортивный из наших испытуемых Он регулярно ходит на фитнес, мужских проблем не испытывает, на сердце и сосуды не жалуется Однако обследование показало, что и у него не всё так гладко Холестерин оказался выше нормы и, несмотря на регулярную силовую нагрузку, появился лишний вес Итак, у нас предстоит сегодня исследование ЭКГ с нагрузкой Раздевайтесь, пожалуйста Да, да, да Это исследование называется «Тредмил тест» Сейчас Роману придётся основательно попотеть На его теле размещаются датчики для снятия кардиограммы сердца А с помощью манжета на руке будет замеряться артериальное давление Начинаем с малой скорости и небольшого уклона дорожки Затем каждые три минуты скорость и уклон дорожки повышается Наша задача разогнать наше сердечко Если в сердце есть какие-то проблемы, то на нагрузке мы их начинаем видеть Нагрузочный тест – серьёзное испытание даже для подготовленного человека В течение 20 минут дорожка имитирует быструю ходьбу в гору, переходящую в бег Уже на 12-й минуте Роман почувствовал одышку и усталость Даже регулярные походы в спортзал не спасли Романа от гиподинамии и лишнего веса По мнению врачей, ему категорически не хватает кардионагрузки, тренирующей сосуды и сердце То есть надо меньше работать со штангой, больше ходить и бегать Давление на фоне нагрузки повысилось до 170 на 97 Это чуть-чуть больше, чем положено в норме Скорее всего, у вас есть склонность к гипертонии, которая может когда-то реализоваться Он уже исходный гипертоник, который неправильно занимается в зале Тягает вот эти непосильные совершенно снаряды А к чему это может привести? Потому что в какой-то момент у него может, скорее всего, развиться Но в этой ситуации не инфаркт, а какое-то нарушение мозгового кровообращения За счёт того, что очень высокий уровень артериального давления Кардиолог назначает Роману препараты для стабилизации артериального давления И снижения риска сердечно-сосудистых осложнений Чтобы симптомы заболевания не вернулись, принимать эти лекарства придётся постоянно Надо разбираться, надо разбираться непременно с его артериальным давлением Опять же, прежде всего, искать причину, и нет ли там вторичных факторов Подбирать от давления терапию очень грамотно и очень аккуратно Работать с урологом, безусловно, на этот счёт Подбирать, вне всякого сомнения, достаточно высокие дозы статинов А может быть и другие препараты, будем смотреть, опять же, Ненаследственная ли это форма Денис – самый молодой участник нашего эксперимента И при этом самый здоровый, все показатели в норме Казалось бы, никаких претензий к состоянию организма Однако, опасения врачей вызывают его вредные привычки Если он не откажется от своих пагубных пристрастий Таких как курение, таких как злоупотребление алкоголем Учитывая то, что мы уже имеем, я полагаю, что годам к 45-ти Может быть, максимум к 50-ти, если повезёт Уже будут действительно серьёзные проблемы в отношении сердечно-сосудистой системы Алкоголь, сигареты и все другие вещества, вызывающие зависимость Для врачей это не просто вредные привычки пациента, а ещё и симптомы психологически неустойчивого состояния Чтобы разобраться в этом, Денис направляется на приём к психотерапевту Кофе и сигареты помогают мне быть в тонусе, чтобы перемещаться очень много, двигаться, разговаривать с людьми И это очень много И вечером вы не можете самостоятельно расслабиться, поэтому прибегайте к алкоголю, ну и к тем же сигаретам Да, как бы мне хочется просто отдохнуть, и алкоголь помогает мне в этом Стресс приходит, он никогда не уходит, он накапливается Это и хронический недостаток времени, и это огромное количество задач, которые человек должен решать одновременно Это и финансовые проблемы, и какие-то проблемы в семье, проблемы на работе Чтобы избавиться от напряжения, стоит научиться нескольким упражнениям для релаксации Голову на 45 градусов, и выпучивая глаза как филин, звуком из живота, выдыхая весь стресс и накопившееся напряжение, делаете вот так О! 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 У кого-то возникает депрессия, у кого-то агрессия, да, и у кого-то психосоматика 80% болезней от нервов, и, наверное, самый первый мужчина, да, та сфера, которая реагирует на стресс, да, это его мужское здоровье Чаще всего мужчина и сам не в состоянии разобраться, какова именно причина возникновения эректильной дисфункции С этой задачей помогут справиться андрологи и урологи Беспокоит меня, как бы, вроде ничего не беспокоит, но в то же время бывают осечки А осечки как часто бывают у вас? Ну, как вам сказать-то, ну, бывают там раз-два недели такие вот ситуации, жена недовольна, соответственно Далеко не всегда мужчина готов к откровенному разговору даже с врачом Сергей до последнего настаивал на том, что никаких проблем в сексе у него нет Андролог оценил состояние его эректильной функции с помощью прибора Андроскан Он позволяет оценить эрекции спонтанные, ночные Вот вы спите во время сна и в утренние часы у вас должна произойти эрекция Потому что идёт выброс гормонов Одевается он на член до основания Идёте спать, встаете, снимаете, приносите мне, как установить всё, вы поняли Отлично, я вам тогда его отдаю Снимите Да, берите, берите, конечно Спасибо Датчик автоматически включается в 10 часов вечера и выключается утром Каждые две минуты фиксируется диаметр кольца Данные выводятся в виде графика, на котором видны все случаи спонтанных эрекций во время сна, их частота и амплитуда В норме это 3-4 эпизода продолжительностью 1,5-2 часа А вот как выглядит эректограмма Сергея Их график, который свидетельствует о тяжелейшем нарушении и снижении эректильного ответа То есть, в принципе, это достаточно запущенная форма Мы видим низкие амплитуды сокращения эректильные То есть, они только лишь едва-едва намечаются По кратности, ну, максимум, что мы можем насчитать, тут 3 эпизода Но они настолько невыразительные, и это говорит о глубочайшей выраженности ишемических изменений кавернозного ложа плавучленов Если он собой не займётся, если он не обратится к урологу-андрологу, кардиологу и эндокринологу-диетологу И не займётся собой прямо с сегодняшнего дня, последствия, к сожалению, будут крайне и крайне печальными Потому что надо разбираться в этой ситуации, надо подбирать медикаментозную терапию Нужно непременно худеть, конечно же, и нужно поднимать уровень тестостерона в его ситуации И всё это нужно, разумеется, делать исключительно под присмотром врачей После полного скрининга здоровья каждый из наших испытуемых получил рекомендации и назначения от специалистов Через месяц мужчины вновь должны посетить клинику Хватит ли этого времени на то, чтобы изменить устоявшиеся привычки и пересмотреть свой образ жизни? Софья, скажите, я вообще зятью не занимался, как нагрузку увеличивать здесь или что? Я бы на вашем месте начинала с небольших временных интервалов Какая-то мягкая нагрузка, то есть в спокойном темпе 30-45 минут Сигарита? А, нет, Саш, не хочу Вкусняка какая? Роман Александрович, а что у вас напьет сегодня? Знаешь, Мария, у меня сегодня салатик из капусты и гуляш Мне кажется, вы похудели Хорошо, что ты заметил Спорт он стал заниматься по утрам, представляешь Давай, показывай, что там Классно, да? Четыре недели спустя Участники нашего эксперимента Вновь встречаются у кабинета кардиолога Роман, здравствуйте, проходите, пожалуйста Присаживайтесь Спасибо Бодрый такой Да Ну, делитесь, как дела? Ну, похудел именно там, ну, как хотел, да, то есть кардио стал делать такое и питание поменял Кардио? А кардио что, стали бегать? Нет, я бегать не могу, у меня колено, но вот тренер мне посоветовал эллипс Абсолютно правильно, потому что это одна из лучших кардионагрузок, но есть еще, пожалуй, только одно – это бассейн Так, в отношении давления препараты принимаете? Таблетки принимаю, как вы прописали, то есть без перерывов, и, вы знаете, улучшилось самочувствие, ну, так вот, в целом Ну, и, пожалуй, последний вопрос немаловажный – что-то изменилось в сексуальной жизни за это время? Секс, ну, все, и был хорошо, сейчас, и как раз Супруга хвалила? В восторге Психологу уходили? Честно? Честно Ну, и? Результат? Алкоголь два раза в неделю Стал меньше курить, стал больше… Но не бросил, но не бросил Ну, это все в процессе Что у нас со спортом? Утром отжимаюсь, можно сказать, это зарядка моя Прям серьезно? Каждое утро стали отжиматься? Каждое Как с сексуальной жизнью? Что-то изменилось после похода к психологу? Стало чаще Стало чаще? Ну, это уже, это уже неплохо То, что позанимались с психологом, да, и продолжаете заниматься То, что вот что-то, вероятно, перевернулось, да, стрессов, как мне кажется, стало меньше Это помогло? Это помогло, конечно же, я стал себя чувствовать намного лучше, бодрее и хочется жить Хочется жить? Хочется жить Это главный тезис нашей беседы Увы, но до финала нашего эксперимента дошли только два участника Сергей в назначенное время в клинику не пришел, не объяснив причину Ну, на нет и суда нет. Сергей, ваш выбор Поведение Сергея не стало неожиданным для врача К сожалению, подобные случаи в его практике не редко Если мы имеем дело с мужчиной, который категорически не идет к врачу, который категорически не признает, так сказать, вмешательство в его сексуальную составляющую, то рано или поздно его приведет судьба в госпиталь, в стационар, потому что это уже будет экстренный вызов Эксперты из Орландо Хэлс в США назвали топ-5 причин, по которым чаще всего мужчины отказываются от визитов к врачу Нет времени, не хочу неприятных осмотров, не люблю взвешиваться, не нравится стоять голым в кабинете врача, боюсь, что найдут что-то серьезное, и это испортит мне настроение Судя по всему, им не приходит в голову, что запущенная болезнь может не просто испортить настроение, а лишить жизни Независимо от возраста, прямо сейчас ответьте себе честно на эти пять вопросов Есть ли у ваших родственников сердечно-сосудистые заболевания? Объём вашей талии больше 90 сантиметров? Курите ли вы? Связана ли ваша работа со стрессом? Бывают ли у вас проблемы с эрекцией? Если хотя бы один из ответов – да, стоит срочно посетить врача, даже если это способно испортить настроение Субтитры сделал DimaTorzok